Продолжение следует... Возвратных глаголах третьего лица. Вы талантливые дети. Когда-нибудь вы сами поразитесь. Какие вы умные. Как много хорошего вы умеете, если будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их достижению. Вы уже знаете, что такое глагол. И на прошлом уроке мы поговорили о правописании «ся-ся» и познакомились с правилом, в каких случаях мы пишем мягкий знак возвратных глаголов, а в каких случаях мы не пишем. Вспомним это правило. Если возвратный глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», то этот глагол неопределенной формы и в нем перед суффиксом «ся» пишется мягкий знак. Если глагол отвечает на вопрос «что делает», «что сделает» или «что делают», «что сделают», то этот глагол стоит в форме третьего лица и в нем перед суффиксом «ся» мягкий знак не пишется. Не забываем, что правило, не забываем, что правописание «ся-ся» – это орфограмма. Послушайте стихотворение и попробуем определить нашу задачу на сегодня. Где тут «ся», где тут «ся»? Надо разобраться. Что делать? Учиться. Что делает? Учится. Превосходный ученик. Из него получится. Сегодня мы с вами проработаем и закрепим знания про писание «ся» в возвратных глаголах. Предлагаю выполнить задание и выделить изученную орфограмму. Прежде чем глагол писать, не забудь вопрос задать. Если мягкий знак в вопросе, то в глагол его вноси. Итак. Друзья, что делают? Познаются в беде. Трус в своей тени. Что делает? Боится. Не стыдно не знать. Стыдно. Что делать? Не учиться. За все, что делать? Братца, ничего не сделать. Что же у нас получилось? Друзья, познаются в беде. Глагол стоит в форме третьего лица, единственного числа. Поэтому мягкий знак мы не пишем. Трус в своей тени боится. Глагол стоит в форме третьего лица, единственного числа. Мягкий знак не пишем. Не стыдно не знать. Стыдно не учиться. Глагол неопределенной формы. Пишем мягкий знак. За все браться, ничего не сделать. Братца, глагол неопределенной формы. Поэтому пишем мягкий знак. Следующее задание. Подберем возвратные глаголы. Выделим тся-тся. Проявлять стремление. Они испытывают волнение. Допускать ошибки. Он испытывает радость. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Что у нас получилось? Проявлять стремление. Стремиться. Они испытывают волнение. Волноваться. Допускать ошибки. Ошибаться. Он испытывает радость. Радуется. В каком слове нет мягкого знака? В слове радуется. А почему? Потому что глагол отвечает на вопрос. Что делает? Стоит в форме третьего лица, единственного числа. И перед суффиксом ся-мягкий знак не пишется. Сегодня мы с вами закрепили знание о правописании тся-тся в возвратных глаголах. Вернемся с вами и повторим наше правило на странице 104. Если возвратный глагол отвечает на вопросы. Что делать? Что сделать? То это глагол неопределенной формы. И в нем перед суффиксом ся пишется мягкий знак. Если глагол отвечает на вопрос. Что делает? Что сделает? Или что делают? Что сделают? То этот глагол стоит в форме третьего лица. И в нем перед суффиксом ся-мягкий знак не пишется. Приступим к домашнему заданию. Что необходимо сделать? Спешите, вставляя пропущенные буквы. Вспомните, из какой сказки Александра Сергеевича Пушкина этот отрывок. Для выполнения этого упражнения вспомните спряжение глаголов. Спасибо за работу. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы продолжаем с вами изучать историю родной страны. Тема сегодняшнего нашего урока – страницы истории XIX века. Вспомните, какой была жизнь крестьян в то время. Крестьяне были крепостными. Их жизнь зависела от помещика, который мог их продать, подарить, проиграть или обменять на породистую собаку. Посмотрите внимательно, как тяжело было жилось крестьянам. Крестьяне подвергались наказаниям за малейшие провинности или отдавались солдаты на 25 лет. После Отечественной войны 1812 года многие в России ждали больших перемен. И они начались. Молодые и решительные офицеры-дворяне, участники Отечественной войны, выступили за просвещенную Россию, свободную от царского произвола и крепостничества. Они объединились в тайные сообщества. Сейчас, ребята, о декабристах уже говорят очень много. А именно так их называли. Члены одного из тайных обществ 14 декабря 1825 года вывели на Сенатскую площадь в Петербурге войска. Только лишь потому, что произошло это в декабре, их стали называть декабристы. Возможно, вы уже слышали это слово. Сейчас в кинотеатрах нашей страны идет фильм «Союз спасения». Вы можете увидеть там декабристов или расспросить о них родителях. Но их выступление в то время никто не поддержал. К вечеру оно было разгромлено. Декабристов ждала суровая кара. 19 февраля 1855 года на престол взошел царь Александр II. Коронация проводилась в храме Креста Спасителя. Александр II провел важные реформы. Его царствование было прогрессивным для России. Посмотрите, пожалуйста, синий кабинет Александра II в Королевском дворце. В этом кабинете он принимал важные решения. В 1861 году Александр II подписал манифест о крестьянской вольности. Манифест был прочитан в один и тот же день по всей территории России. Отныне крестьяне больше не являлись собственностью помещиков. Все жители стали свободными и могли сами устраивать свою жизнь. После подписания манифеста Александра II прозвали «Царь-освободитель». С именем Александра II связано и много других изменений в жизни страны. В России строились новые железные дороги, развивались города, появились заводы и фабрики. Солдаты стали служить в армии шесть лет вместо прежних двадцати пяти. Создавались новые учебные заведения. Посмотрите, пожалуйста, первым появился Путиловский завод, затем Балтийский завод, чуть позже Трехгорная и Даниловская мануфактура в Москве. Здание Банка Российской империи XIX века. Здание Немецкого банка – это тоже XIX век. Сравните два здания. Это XIX век, это XXI век. Замысел строения практически постарались не изменить. Сначала улицы освещались с керосиновыми фонарями, потом появились газовые фонари. Первый газовый фонарь в России появился в Санкт-Петербурге. В конце XIX века появилось электрическое освещение, которым пользуются и по сей день. Иным стал и городской транспорт. Посмотрите, какая интересная была железная дорога. Называлась она Конная. Впереди паровоза шли лошади и тащили за собой вагон. Поэтому и называлась эта дорога Конная. А кратко ее называли Конка. До сих пор памятник сооружен есть этой Конке. Чуть позже появились первые трамваи. Они появились к концу XIX века. Вот памятник первому трамваю. Конечно, трамваи сейчас совсем другие. В нашем городе вы не увидите трамвая. Но если вы поедете путешествовать по Крыму, то у нас в Крыму есть город Евпатория, в котором трамваи еще сохранились. Также трамваи есть в городе Москве, в городе Санкт-Петербурге. 1 ноября 1851 года была открыта первая железная дорога. Она протягивалась от Петербурга до Москвы. Посмотрите, паровозы первые пошли по этой дороге. А чуть позже появилась многим родителям очень известная, потому что слышали о ней. А вы, возможно, слышите о ней впервые. Называлась эта железная дорога, которую прокладывали от города Москвы до города Владивосток через всю Евразию. Называлась эта дорога Транссибирская магистраль. Или, другими словами, Великий Сибирский путь. Это очень большое достижение того времени. В Москве на Лубянской площади появился первый политехнический музей. Вот так музей выглядит сейчас. Собрана в этом музее вся коллекция достижений технических за все годы существования России. Это Великий Исторический музей. И если вам когда-нибудь удастся в нем побывать, я буду очень рада. Возможно, вы сможете просто посмотреть по интернету. Это очень и очень интересно. А закрепить, ребята, данную тему вы сможете в своем учебнике на страничке 122-126. Еще раз прочитайте. Запомните то, что сегодня я вам рассказывала. Ответьте на вопросы. Узнайте, какие еще технические средства появились к концу 19 века. Расскажите своим родителям, расскажите своим друзьям. Учите историю нашей страны. Это очень интересно и очень познавательно. Я думаю, что вам понравился сегодняшний урок. До новых встреч, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин